В Твери подвели итоги регионального этапа Всероссийской Олимпиады по истории отечественного предпринимательства. Это традиционное мероприятие, в котором принимают участие студенты областных вузов. Роман Быков пообщался с организаторами, ну и, конечно же, с победителем. Олимпиада по истории российского предпринимательства проводится по всей стране уже в десятый раз. В нашей области в нынешнем году за победу боролись около 200 студентов, как из непосредственно тверских вузов, так и из филиалов столичных университетов. Их ждала серьезная проверка знаний по становлению и развитию русского бизнеса, но с учетом верхней волжской специфики. У нас в Тверской области принято говорить, что Афанасий Никитин один из первых участников внешнеэкономических отношений. Но учебник и вообще те вопросы, которые задает жюри, упор в основном сделан на дореволюционную эпоху, на то, что происходило в нашей стране в 18-м, в большей степени в 19-м веке. При этом от участников требовались познания на стыке целого ряда наук. Истории, экономики, культуры, юриспруденции. То есть надо было продемонстрировать самый широкий кругозор. Они соревнуются в знаниях. И здесь все-таки знания нашей истории, нашей культуры. И в конкретном случае это история российского предпринимательства. Это тоже целый кластер, который необходимо знать. Что касается непосредственно Олимпиады, то участникам предстояло ответить на полусотню вопросов, разбитых на семь блоков. Кроме того, необходимо было еще и эссе написать. В качестве жюри выступали вузовские преподаватели. Причем они оценивали работы не своих обучающихся, а из другого вуза. В итоге в нашем регионе лучшей стала студентка ТВГУ Ангелина Кузьмина. Самое сложное с картинками. Каких-то деятелей, предпринимателей нужно написать, как их зовут. Это очень сложно знать как-то. Еще нужно было написать эссе. Там темы достаточно сложные, но у меня получилось это сделать. Теперь Ангелина будет защищать честь верхнего лжи на всероссийском уровне, где наши студенты всегда демонстрировали хорошие результаты. Но вообще, тут, как и на другой Олимпиаде, спортивный. Главное не победа, а участие. В смысле, чтобы пришло осознание. Предприниматель это звучит гордо. Мы видим, и президент в своем послании очень много говорил о развитии малого и среднего предпринимательства. И, конечно, ребята только первые шаги делают. Поэтому хочется, чтобы ребята двигались вперед, оставались на нашей Тверской земле. Кстати, на наш вопрос организаторам, а почему не изучается история современного российского бизнеса, мы получили ответ. Эту инициативу рассмотрят при подготовке к очередной Олимпиаде. Так что, вполне возможно, в следующем году тверским студентам предложат ответить и на вопрос, а какой вклад в региональное предпринимательство внес Олег Лебедев. Продолжение следует...